У студентов Горного университета появится своя улица. Такой подарок ВУЗ получит к столетию. Ровно век назад Николай II сдал указ о создании в Викторинбурге первого университета. За это время кузницу геологов не раз переселяли, переименовывали и даже обстреливали. Зато в уникальной истории теперь десятки тысяч выпускников и настоящая сокровищница, в которой сегодня посчастливилось побывать, Вероники Новоселовой. Вспоминать историческое для города событие лучше под такую музыку, шутит первый проректор Горного института. В его кабинете нашлось место и старому патефону, и раритетной печатной машинке. На полке с документами есть и особо ценная папка с копией указа императора Николая II. Это одобренный Государственным советом и Государственной думой закон об учреждении Горного института в городе Екатеринбурга. Свою подпись Николай II поставил в указе ровно век назад, 16 июля 1914 года. Совсем недолго первый Екатеринбургский вуз носил имя последнего царя. Таких императорских учебных заведений в России было немного. Вот только фундамент образования заложить не успели. Началась гражданская война. Вместо нового здания по итальянскому проекту, которое отдали красногвардейцам, студентам выделили бывшую женскую гимназию на нынешней улице Куйбышева и часть подворья Новотихвинского монастыря. И опять не слава Богу, первых студентов и тут подвинула война. Если присмотреться, над центральным входом есть небольшие выбоины. Так они снизу не видны, но если посмотреть перпендикулярно, то там сидят свинцовые пули, которые относятся к гражданской войне. В начале 20-х годов один из трех первых концлагерей, которые были созданы в той советской России, располагался как раз в этом корпусе Горного института. Грызть гранит науки приятнее в окружении золота, изумрудов и уральской платины. В уникальном хранилище геологического музея хранятся камни, ради которых и начали растить на Урале своих специалистов. Ведь в начале 20-го века геологи – вот кто был на вес золота. Это у нас сокровищница нашего музея, золотая комната. И здесь хранятся уникальные самородки, которые к нам поступили из Гохрана. То есть видны отпечатки минералов, с которыми золото образуется в земной коре. И наши студенты, геологи, они, изучая визуально вот эти образцы, они учатся находить поисковые признаки. Пять лет до диплома, шестидневная учебная неделя, пара и практика. Уже в начале века студенты обучались по привычной нам схеме. Заимствована она была в Германии. Сегодня за партами в вузах Екатеринбурга учатся уже 140 тысяч студентов. Значимую дату – сто лет образования в Екатеринбурге решено увековечить в историю города. На именование новой улицы как раз в честь вот этой вот торжественной, замечательной даты у меня есть такое ощущение, что уже до конца нынешнего года новая улица, которая вот эту вот памятную дату в истории Екатеринбурга знаменует, памятная улица, улица с памятным названием, она как раз и появится. Правда, как именно будет названа улица, пока держат в секрете. Зато ректор Горного пообещал лить воду. Рядом с вузом вскоре появится светомузыкальный фонтан. Роника Новоселова, Андрей Снопиков, Новости 41-го канала.